Очень рад, что собралось столько людей. На самом деле у нас сегодня две части будет. Первый, собственно, рассказ про сам проект, который мы делаем, и, собственно, почему мы его делаем, что это вообще такое, как мы его придумали и зачем мы его придумали. А второе — это уже те истории из жизни животных, которые мы успели под водой наснимать, насмотреться, которых нет ни в каких книжках, и это все будет еще проиллюстрировано всякими крутыми фоточками, которые тоже удалось наделать за время работы. Вообще хотелось бы начать с того, что мы живем в совершенно уникальном мире, уникальным и удивительным. Нас окружают вещи, к которым мы уже привыкли, айфоны, проекторы, электричество, еще что-то. Мы летаем в космос, мы смотрим на «Северное сияние» на YouTube, которое снято с орбиты Международной космической станции, мы управляем молниями, мы летаем на самолетах. Это все, на самом деле, чертовски круто, и это все произошло благодаря тому, что в мире существует огромное количество всяких энтузиастов, которые не боятся расширять горизонты и делать что-то, чего никто еще никогда не делал. И, конечно, это в первую очередь ученые, но это и писатели, и фантасты, и люди, которые просто снимают кино и вдохновляют всех кого-то своими фильмами, идеями, своим видением мира, что там, ребята, двигайтесь вперед, это может быть круче, шире, больше. И, конечно, есть одна такая среда обитания, которая называется вода и мировой океан, которая, несмотря на все усилия, которые прилагают к ее исследованию еще с древнегреческих времен, когда приходили древние греки, замотанные в простынке, тыкали осьминогу в палку и говорили, что он себя как-то ведет, классно. Тогда началось изучение, собственно, мирового океана, потом люди научились туда нырять. Но глобально люди посмотрели в океан с приходом вот такого вот дяденьки, носатого француза в красной шапке, которого звали Жакев Кусто. Это человек, который своей активностью, своим энтузиазмом, своими действиями, фильмами и книгами заразил просто огромное количество людей, быть водолазами, и вообще он первый показал всем подводный мир. Но тут есть один маленький нюанс. Кусто был редкостным хулиганом вместе со своей командой. И, например, для того, чтобы посмотреть, какие рыбки живут на коралловом рифе, они закладывали в риф динамит, взрывали его, и потом все, что всплывет, считали. Про это сейчас мало кто помнит, но если вы посмотрите чудесный фильм, за который он получил огромное количество наград в мире безмолвия, люди там занимаются совершенно непотребствами, и, в общем, про подводный мир там не так уж и много. Они там катаются на черепахах, гарпунят китов и всячески развлекаются. В основном пьют вино, едят лобстеров и не очень-то сильно изучают подводный мир. Но, тем не менее, этот улыбчивый дяденька, он реально через года, через поколения заразил просто несколько миллионов человек по всему миру благодаря тому, что он вообще показал этот подводный мир как бы визуально. То есть люди знали, что есть океан, но они не знали, как он выглядит изнутри. И Кусто такой там залезал в эту свою железную пластику, не помню из чего, она у него подводная лодка, закрывал крышку, говорил, все, нам надо пойти посмотреть. Потом выныривал, показывал людям подводные миры. И все такие, вау, ничего себе. И сейчас такие картинки, они кажутся каким-то, ну там, какие-то подводные кадры. Мужик на черепахе катается, там кто-то плавает с подводными факелами под водой. Ну, круто, наверное, но выглядит это не то чтобы прям очень эффектно. На тот момент ничего круче не было вообще. И когда люди впервые видели передачу Кусто и его фильм, они такие, о, ничего себе, вот это круто. И они, конечно же, заболевали тем, что в море можно вот так попасть и посмотреть на него изнутри. К тому же Кусто вместе со своим коллегой изобрели акваланг, который в скорости стал доступен самым простым людям. И сейчас, благодаря ему и его коллеге, в мире существует более двух миллионов дайверов, которые так или иначе берут акваланг и в какой-то момент там кто в отпуске, кто постоянно погружаются в подводу и исследуют подводный мир. Некоторые люди живут в подводных домах месяцами и исследуют там какие-то кораллы, выплывают из этих подводных лабораторий и занимаются всяческой наукой. В том числе среди людей, которые стали активно нырять, появилось и очень много морских биологов. И когда вы ныряете непосредственно в море, в среду обитания тех животных, которых вы изучаете, это гораздо более эффективно, чем когда вы берете на суше какое-то морское животное, смотрится на него такой, ну, наверное, оно жило как-нибудь так, наверное, оно выглядело тоже как-нибудь так. Когда вы под водой плаваете, у вас прямо есть доступ, вы приходите к этим животным домой. И я сам стал морским биологом во многом благодаря тому, что в детстве смотрел передачи Кусто. Но помимо людей, которые просто заражаются дайвингом от того, что какой-то зяденька был большой энтузиаст, есть люди, которые продолжают заражать остальных. Например, Джеймс Кэмерон, который еще в детстве мечтал о том, что ему было бы круто залезть поглубже, нырнуть на дно какой-то марианской впадины. И когда он достиг такого определенного уровня в своей карьере, он пошел снимать «Титаник». Для этого он погрузился на наших обитаемых аппаратах, там «Мир 1» и «Мир 2» работали с ним вместе. Он нырнул к «Титанику» с нашими российскими операторами. И пока он погружался до «Титаник», он осмотрелся на такие штуки, плавающие вокруг бодискафа. Он вынырнул и сказал «Вау, это круто». Снял там бездну заодно и сказал «Все, надо снимать аватары и рисовать какие-нибудь подводные штуки в качестве спецэффектов». Потому что придумывать ничего особо не надо. Потому что в подводном мире на самом деле спрятан такой космос, которого вообще сложно себе представить. И если вы смотрели фильм «Аватар», а вы наверняка его все смотрели, там в какой-то момент появились такие маленькие штучки, летающие вокруг синего мужика, которые на него садились, он их щелкал, ему давали по носу за это. В общем, если вы морской биолог, если вы присмотритесь к этим семнам, получается, что это на самом деле такая составная конструкция из нескольких организмов морских, которых все морские биологи знают, и знают, как они выглядят, зачем-то они маленького рачка приделали вниз, к этой морской лилии он там размахивает усами. Но ладно, вернемся к кусто и к тому, что съемки под водой впечатляют людей. Раньше все было довольно сложно. То есть раньше у людей были пленочные камеры, когда-то у них даже аквалангов не было, они ныряли там в ящиках на голове, в которых подавался воздух. Два здоровенных грека качали сверху большую помпу, и как только они останавливались наперекур, вы оставались без воздуха. И чаще всего помирали. Кстати, много народу так, собственно, померло до того момента, как не придумали акваланг. Потом акваланг все-таки появился, люди стали нырять на сжатом воздухе, и тут им пришла в голову идея, что можно под воду брать камеры. И они стали мастерить для своих камер, тогда еще пленочных, большие металлические коробки с линзами, запихать в них камеры. Камеры чаще всего тонули, конечно, но иногда им удавалось спуститься под воду и понажимать кнопочку, получить какие-то кадры. Но представьте себе, сколько нужно потратить усилий для того, чтобы вообще на пленку снимать под водой. То есть мало того, что у вас есть самодельная коробка, которая протекает каждый второй-третий раз, ну, возможно, вы крутой инженер, и у вас она перестала протекать. Вы погружаетесь, то есть вы доходите до какой-то точки, тратите кучу времени на дорогу, на место, в котором вам надо понырять, вам туда еще нужно доехать. Если вы в экспедиции, то вы просто на три месяца в море. И вот вы ныряете, у вас есть возможность сделать 24 кадра, и нет экранчика, чтобы посмотреть, что у вас получается. То есть если вы там неправильно поставили лампочку или забыли снять крышку с объектива, то все, как бы ваши кадры, они на этом заканчиваются. С кино еще хуже, потому что боксы больше, пленка там на больших бобинах, и вот вы ныряете, снимаете там свои пять или семь минут видео на эту катуху, которую вы еще крутите руками. После этого вы ныриваете, меняете кассету, ныряете снова, и вот, в общем, тратите совершенно огромное количество усилий. Потом вам нужно добраться снова до берега, сдать эту пленку в лабораторию, там вам ее проявят, вы поймете, что у вас ничего не получилось. Вот, пойдете снова в экспедицию, в общем, потратите опять кучу денег, времени, и результат, скорее всего, будет, ну, так себе. Поэтому видеосъемки кустой, там старые какие-то подводные фотографии, это был такой удел единиц вообще профессионалов, которые могли себе позволить купить столько пленку или провести столько времени в море, не работая. Вот, им было, в общем-то, зашибительно. Но суть в том, что пока результат, который вы хотели получить под водой, дойдет до конечного потребителя, могло пройти просто очень много времени, и это стоило каких-то невероятных усилий. Сейчас у нас наступил 21 век, и это немножко поменяло дело. Суть в том, что сейчас у нас технологии немножечко подросли, и сейчас камеры, которые есть в доступе у каждого, то есть там в кармане можно достать телефон, он будет круче, чем все те камеры, на которые снимали несколько десятилетий, и все эти огромные мужики накачанные, которые таскали с собой гигантские боксы. То есть вы сейчас можете загрузить iPhone в маленький кейсик, непроницаемый, опуститься под воду, и наснимать вот такой красоты. Конечно, не совсем такой, но в общем-то нет ничего невозможного, можно и на iPhone-то сделать. При этом вы вынырнули, нажали три кнопки, и у вас Medusa в Инстаграме. И вы такие, классно. Вот, и получаете свои лайки. То есть время, которое проходит от момента, как вы увидели Medusa, нажали на кнопку, посмотрели на экранчике, все ли в порядке, и до момента, как ее увидели, все остальные, о, крутяк, прошло очень мало времени. То есть эффективность и КПД выросли просто колоссально. При этом современная техника, она позволяет снимать такие вещи, о которых Кусто мог вообще только мечтать. То есть вот это вот, это я в темноте, это морская козочка вот здесь, она целых, наверное, сантиметра полтора. И вы ищете эту козочку на каком-нибудь большом камне, садитесь рядом с ней на коленке, там устраиваетесь, упираетесь локтями, наводитесь вручную, после чего фотографируете, а потом открываете это на экране размером там с полдома, и смотрите, какое у нее выражение глаз вообще, и как у нее там сеточка устроена в глазах. Вот, показываете это Кусто, уже не показываете, не получится. Вот, но суть в том, что реально вы как будто ныряете с микроскопом или с бинокуляром, это то, что было невозможно еще несколько лет назад. Сейчас вы можете сфотографировать кусочек дна размером со спичечный коробок или какое-то маленькое животное, и у него увидеть все щетинки, все глазки, выражения лица, там, может, мысли даже какие-нибудь промелькнут в его маленьких глазах, но это вряд ли. К тому же мы живем во время интернета, то есть когда все эти знания, они не просто складываются в какой-то сундук, там, ты нафотографировал, ты такой классный фотограф, там, или у тебя потрясающие видеосъемки, но для того, чтобы тебе куда-то пробиться и там их показать, тебе нужно там опубликоваться в каком-нибудь журнале или там договориться с телеканалом. Ты сейчас берешь, так по щелчку просто выкладываешь все это в YouTube или на Flickr или там ВКонтакте или еще куда-нибудь. Вот, и получается, что у вас все ваши исследования, они прямо на ладони, перед всем миром. И это очень-очень крутой момент. И с этими чудесными возможностями вы такие ныряете в океан и думаете, что бы там заняться вообще океаном? Ну, ныряете там, какая-то синяя толща, вот вы нырнули, да, и перед вами синяя вода. И вы такие, окей, ладно, а что здесь делать-то? Вот, если вы морской биолог, у вас найдется что делать, потому что, несмотря на все эти там тыканье древними греками, осьминогов, палками и на все изучение океана на протяжении следующих многих веков, ничего особо с этим пока что не получилось. То есть океан исследован очень-очень мало. У нас есть полная карта Луны, у нас есть полная карта Марса. У нас закартировано в хорошем разрешении порядка 10% до мирового океана. Просто океан очень-очень большой. И в нем есть огромное количество зверя. И вот сейчас по самым современным таким оценкам ученых мы знаем примерно о 8-10% животных, которые там обитают. Эти 8-10% это 230 тысяч видов описанных. Не факт, что про эти виды кто-нибудь вообще знает, как они живут, они просто описаны. То есть это значит, его увидели, собрали, положили в баночку и написали, чем он отличается от других. Просто по строению. Для очень малого количества видов реально описана их жизнь. То есть вы видите какое-нибудь животное, там показываете ученому, там червячка, допустим, вы спрашиваете, мужик, как оно живет? А он такой, не знаю. Вот. Если вы владеете математикой, я биолог, я не очень владею, мне пришлось на калькуляторе посчитать. Оказалось, что простая пропорция, что 5-10% это 230 тысяч видов, означает, что у нас впереди 2-3 миллиона животных, которых мы просто еще вообще не видели. То есть это сложно себе представить, что мы знаем 230 животных, знаем, а 2 миллиона где-то там спрятаны, не пойми где. Почему так происходит? Вот поэтому. Потому что океан, он настолько здоровый, что это тоже трудно себе представить просто в голове. В космосе есть такая классная точка, с которой нашу Землю видно, как большую голубую жемчужину. По-моему, так и называется, типа вид голубая жемчужина. И каждое погружение человека, это такое протыкание спицей этого океана, как большого стога сена. Попадете в каких-нибудь зверей? Классно. Не попадете? Ну, извините. Вот. И представьте, сколько вам нужно времени, чтобы описать всех животных на суше. То есть вы даже если сядете в вертолёт и будете летать просто над всей известной вам сушей, там, над горами, над лесами, над всем, и считать животных, которых вы видите с вертолёта, там, жирафиков, бедемотиков, носорогов, там, раз, два, три, загартировали, там, носороги живут здесь, жирафики здесь, там, эти здесь. Классно. У вас уже одно это займёт просто колоссальное количество времени, просто нанести на карту даже хотя бы самых крупных животных. Чтобы найти мелких, вам придётся по всем этим лесам идти там с граблями, перебирая подстил, выискивая оттуда каких-то жучков, паучков. И тоже для общего развития есть такая классная цифра, 15 тысяч видов, которые описывают ежегодно до сих пор. То есть в современном мире мы вот сейчас сидим, слушаем лекцию, а кто-то сегодня описывает 400-го жучка, или паучка, или кита, или медузу, или ещё кого-нибудь. То есть каждый день куча людей работают над тем, что просто описывают новые виды. Даже не изучают, как они живут, просто описывают. И очень меня радует, что люди такие, очень ждут, когда к нам прилетят какие-нибудь классные, разумные пришельцы. Они смотрят в космос, такие, вот, когда-нибудь мы встретим разумную жизнь. Там у вас рядом под носом два миллиона животных, которых вы вообще ещё не видели. И они разумные, наверняка. То есть хоть кто-нибудь из них. И они на нас, в общем-то, тоже смотрят, когда ныряем туда, мы встречаем каких-нибудь зверей, которые такие, что это такое, большое приплывло, там пускают пузыри. Некоторые на вас нападают, некоторые просто сваливают, некоторым вполне себе любопытно. Вот. И причём космос — это совершенно настоящие. Животные, которые там есть, они не похожи ни на что. И практически всё, что можно сейчас увидеть в фантастике, или на каких-то там иллюстрациях трёхмерщиков, которые, сидя в школе на уроках, втайне рисуют какой-нибудь 3D монстров. Вот всё это уже практически придумано. То есть очень мало в мире какого-то фантастического зверя, которое не было бы срисовано из природы. Но при этом в природе есть огромное количество тех, кого фантасты себе даже не могут представить вообще. Вот это вот, например, живой организм. Большая трёхметровая лента, которая шевелит маленькими ресничками, извивается, переливается всеми цветами и сворачивается в клёвую спираль, если её потыкать пальцем. Это грибневик, венерин пояс, такой единственный в своём роде. Так вот, зачем, собственно, всю эту штуку, которая там живёт, все эти 2 миллиона видов, изучать? И зачем вообще там люди узнали, что есть здесь 30 тысяч видов живых организмов? Всё очень просто. Дело в том, что вообще исследовать мир круто. Очень здорово знать, что вокруг происходит, как оно там живёт, как вообще там, не знаю, формируются облака, или как там какой-нибудь аллигатор может отгрызть вашу ногу, что произойдёт там, если вас укусит паук, и как работают какие-нибудь токсины. Вот иногда в море происходят совершенно удивительные фантастические открытия. Вот, например, есть медуза, она называется экварея. Это медуза, которая обладает таким эффектом свечения. У неё есть способность к биолюминесценции, и в темноте, если всё выключить свет, не здесь, но в море, она ночью будет светиться таким слабым зелёно-голубым светом по краю купола. И учёные японские в 60-х годах посмотрели на эту медузу, сказали, класс, давайте мы её разберём на части составные, посмотрим, что у неё светится. В общем, разобрали эту медузу, нашли у неё два светящихся белка, один голубой, другой зелёный. Вот, и оказалось, что этот зелёный белок настолько удобный, что его научились вставлять в живые клетки. Например, у вас развивается маленький эмбриончик, у него, у этого эмбриончика, есть клетка, которая ответственна за образование, допустим, шёрстки у кошки, или там уха, или ещё чего-нибудь. Вот, и они такие, о, класс, давайте во всё насуем зелёного флуоресцентного белка, потом оно всё вырастет, мы на него посветим ультрафиолетом и, значит, узнаем, какая клеточка за что была ответственна, или какой участок ген за что был ответственный. Вот, и, в общем, такой метод прижизненного окрашивания зелёным флуоресцентным белком и всякими его производными стал одним из самых революционных и крутых методов в молекулярной биологии современной. И в 2008 году, когда без этого белка вообще люди себе уже не представляли жизнь в науке, биологи, работающий там в основном с тканями и со всем остальным, за него дали Нобелевскую премию по химии. То есть одна медуза и добытый из неё белок перевернула, в общем-то, половину науки биологии. Вот, и сейчас половина современных методов исследований молекулярных, она завязана на именно этот зелёный флуоресцентный белок. И учёные вовсю ковыряют там других светящихся морских организмов в надежде найти белок ещё меньше, ещё удобнее, потому что GFP, этот зелёный белок, он не везде помещается, он довольно здоровый. Вот, для демонстрации того, как учёные крутые, они даже напихали его как-то в попу шелкопрядом, шелкопряды сделали светящиеся ниточки, и, значит, из них сплели красивое японское платье. Выключили свет, посвятили натерку ультрафиолетом, и все такие, о-о-о, слава науке, класс. Вот, на самом деле, это, конечно, всё баловство, но суть в том, что есть штуки совершенно неожиданные, которые вы можете вытащить из фундаментальных исследований, и которые практически будут иметь просто фантастически огромное значение. То есть там вполне может быть, что там из какого-нибудь рачка мы потом будем делать консервы, уже, кстати, делаем, там из водорослей вино, тоже бывает, дрянь редкая. А какой-нибудь там токсин медузы будет потом помогать от болезней неизвестно чего, но от чего-нибудь наверняка будет. Вот, что, собственно, для этого нужно сделать? Как помочь миру, если вы хотите из моря добыть что-то полезное? Можно стать морским биологом. Это на самом деле круто. Это выглядит иногда так, правда, но на самом деле это все гораздо интереснее. То есть жизнь морского биолога, она полна опасностей, приключений и всяких авантюр. И реально, вот смотрите, вот мужик вот здесь, и вот здесь один и тот же человек. Но реально рутины, конечно же, полно везде. То есть у любого ученого, какие бы у него крутые исследования не были, он может там атомы передвигает, или там нейтрины ловит в ладошку, все равно у него будет лабораторная работа, куча бумаг и всякого такого. От этого никуда не убежать. Вот, но мы решили пойти немножечко по другому пути, потому что, что значит быть морским биологом? Вы выбираете себе какую-то группу организмов или какую-то научную тему и начинаете в этой теме, значит, углубляться, рубиться и становитесь самым крутым в мире специалистом, допустим, по клешненогим осликам. И все такие, блин, мужик, ты самый крутой специалист по клешненогим осликам, здорово. Вы знаете всю эту группу, вы умеете этих осликов добывать, копать, копать. Это такие маленькие рачки, они классные на самом деле. Вот, и реально, короче, вас никто не будет знать про клешненогих осликов. Вы напишите вот такую книгу, может быть, две, может быть, пять. И все, что вы сделаете за свою жизнь, это будет безумно интересная, насыщенная жизнь, полная осликов. Но вы даже одного процента вот этого вот неизвестного не опишите. Мы решили, что что бы нам самим становиться морскими биологами, давайте мы лучше сделаем несколько поколений морских биологов, как это в свое время сделал Кусто. Ну, то есть, задумка, конечно, крутая и очень оптимистичная, но на самом деле, если там хотя бы несколько человек после того, как насмотрится на наши активности, пойдет на биофак и станет морскими биологами, мы уже преуспеем, потому что вместо одного морского биолога, который не очень-то хочет сидеть в лаборатории, получится несколько, которые хотят. Ну, уже как бы результат. Вот. И тут есть вопрос. Кусто снимал классные фильмы, там Кэмерон тоже снимает классные фильмы, пишут книги, там какие-то картинки нам показывают. Дети впечатляются тем, что смотрят на какой-то крутой контент. То есть, есть визуальная составляющая, потому что ни один ребенок не стал ученым, открыв журнал Nature, посмотрев там на какой-нибудь график с анализом ДНК, и такой, о, то, что надо, я буду ученым. Вот. Детей впечатляет какая-нибудь красивая картинка, или какая-нибудь сочная история, или что-нибудь такое необычное, большое, клевое. И сейчас мы живем в очень удобное время, прям суперское. Нам не нужно километры пленки брать, и нам не нужно быть там огромными мускулистыми мужиками, которые могут утащить бокс для подводной камеры вот такого размера. Мы сейчас можем просто фотографировать и снимать под водой с помощью техники, которая, в общем-то, доступна каждому из вас. То есть каждый может взять там iPhone, фотоаппарат Canon, там, не знаю, Nikon, что угодно, засунуть его в маленький пластиковый подводный бокс, нырнуть под воду, просто вот так вот руку засунуть, такой щелк, и у вас получится медуза. При этом качество техники такое, что это будет, если у вас удачно получится выстроить план, это будет не просто какая-то картинка красивая, там будет видно все щупальца, все клеточки, все на свете. То есть на современной технике вы снимаете, у вас там какой-нибудь медуза, видно клетки отдельные, и вы такие, вау, даете вот ученым, ученые такие, вау. То есть на самом деле мы живем на стыке двух очень интересных вещей, искусства и науки, когда у вас крутая фотография, крутые видеосъемки совмещаются с научной составляющей, и вы можете реально снимать под водой фотографии, и они будут ценные, снимать под водой видео, и они будут вдвойне ценные, потому что там все шевелится. Все любят, когда шевелятся, потому что видно, как животное себя ведет, потому что если фотографию можете разглядывать, как оно все выглядит, там все щетинки откуда торчат, там как, то на видео вы видите штуки, которые просто не ожидали. То есть вот мы в этом, в прошлом году начали снимать видео, и там просто взрыв мозга, когда вы делаете один кадр и уплываете от какого-нибудь морского паучка, и когда вы снимаете его 10 минут, это совершенно разные вещи. Вы видите какие-то аспекты поведения, там еще что-то. Вот, в общем, мы решили, что надо заниматься вот этой клевой темой. Снимать, снимать научное, рассказывать крутые истории, и может быть, это кого-нибудь зацепит, и мы такие, ууу, классно. Вот. Но тут как бы тоже надо как-то к этому было подойти грамотно, чтобы что, просто ты такой снял, сделал, показал, а как, кому показывать, а через что, а как это будет называться. Вот. И мы решили, что надо придумывать, раз уж мы такие встречаемся с подводным миром лицом к лицу, там гладим медуз, обжигаемся ими, и, в общем, узнаем вещи, которые не все ученые знают, надо этим делиться обязательно. Вот. Как делиться? Через приключения. То есть мы решили, что нужно делать образование через приключения. Ну, в общем-то, как это было у Кусто, только когда мы посмотрели Кусто, у нас волосы зашевелились, когда он там приезжает на остров с черепахами, его команда быстро вскакивает на каждую из черепах, а потом они их используют как обеденные столики. Мы как-то… Мы как-то… Нас за это, наверное, Гринпис линчует. Вот. Так нельзя делать. Поэтому мы решили, что будем делать по-своему. Решили, что придумаем большую, классную… Переключайся. Большую, классную… Эй! Опа! Большую классную экспедицию. И назовем ее «Аквателис». Вот. На самом деле, такая штука, идея экспедиции, большой, красивый, по исследованию подводного мира, она возникла у меня лично уже давным-давно. Вот. Но я все не знал, как бы ее так реализовать. Вот. И тут у нас приходит большой такой лысый дяденька, который говорит, я капитан, у меня есть яхта, поехали со мной в кругосветку. Я говорю, мужик, все классно, только мы поедем не совсем в кругосветку, а будем делать из этого супер эпичное шоу. Вот. Оно будет называться… Как оно будет называться? Он такой «Аквателис» такой «Класс». Вот. В общем, придумали все, там распланировали очень красиво, достали огромное количество ученых по всему миру, собрали команду, расписали себе план проекта, там прям все очень романтично, очень замечательно. Продумали маршрут, прочитали огромное количество научных статей, расставили точки погружения почти по всему миру, разделили экспедицию на 10 этапов. Ну, в общем, красота неописуемая. Все очень красиво выглядело на плане. Мы даже сделали под это дело большой краудфандинг на русском, на английском. На одном мы радостно собрали свои деньги, на втором мы облажали по полной программе. Вот. И, в общем, потом там кризис, курс доллара, яхта, капитана, все в разные стороны. Вот. И мы такие. Ладно. Реальность, она, конечно, немножечко другая. Вот. То есть, на плане все выглядело просто потрясающе. Вот. Как только мы начали реально рубиться в нужную сторону, оказалось, что, ну, оказывается, оно все не так просто. Ну, да ладно. Окей. Но сдаваться это не наш метод. Естественно, любой большой сложный проект это такая штука, где для вас заготовлено гораздо больше планов у вселенной, чем вы можете себе представить. И поэтому мы решили, что будем рубиться дальше. Че? Нет яхты? Ладно, будем делать стационарные экспедиции. Это может быть даже круче. Вот. К тому же у нас на собранные, вложенные в проект деньги, часть команды отправилась учиться на яхтенных шкиперов. И они такие приехали, такие, класс, яхты, романтика, супер. Но там не поместится наше оборудование вообще. К тому же яхта ездит все время вот так, и вы кладете на стол камеру, которая стоит 300 тысяч долларов. Она оттуда падает при первом же маневре. И вы такой, все, доездились. Вот. И реально для нормальных съемок полноценных, конечно, нужен либо здоровенный корабль, который стоит просто космических денег, либо какие-то стационарные выезды, тоже вы там нагружаетесь, как и шаг, всякими оборудованиями, камерами, чемоданами, аккумуляторами, ищите место, в котором есть 80 розеток, чтобы каждый оператор мог зарядить все свои аккумуляторы. И после этого куда-то ехать. Мы немножечко почесались, подумали, нашли спонсоров, получили даже грант от господина президента через русское географическое общество, поскреблись там немножечко по краудфандинговым деньгам, и в общем накупили себе оборудование, нашли партнеров, нас теперь поддерживают парни в Финляндии, которые шлют, шьют крутые водолазные костюмы, нас поддерживает компания Nikon, которая дает нам периодически камеры, потом, правда, забирает обратно, заставляет покупать, но их еще можно уговорить. Вот, нам дают боксы, которые стоят дороже камеры, вот эти самые коробки, в которые нужно засунуть камеру, и в общем мы такие увешанные оборудованиями уже можем даже что-то делать по-настоящему. И в общем-то мы решили, что ну ладно, раз у нас кругосветка эпическая на яхте не получается, мы будем как-нибудь менее эпично, но не менее красиво путешествовать по другим местам. И сейчас мы заняты тем, что ездим по, в общем, пока еще маленькой части мира, но у нас есть уже несколько точек, где мы работаем, снимаем фильмы, снимаем фотки, снимаем, не снимаем, собираем животных. Вот, например, сюда мы отправляемся через две недели. Это остров Понзо в Италии, там мы договорились с итальянскими морскими биологами, что мы будем делать большой совместный проект, снимать здоровенных медуз, снимать абсолютно прозрачный планктон, собирать всякий материал. Вот видите, козявка. Вот эту козявку в воде вообще не видно. У нас есть очень классный кадр из видео, где три человека плавают и показывают в голубую толщу такие. Вот, потом подплывает человек с пробиркой, и, значит, это ничего в пробирку засовывает. То есть здесь видно просто потому, что темные фоны вспышки очень мощные высветили. И только потом в лаборатории, когда мы из этой пробирки вылили все это в баночку и потом чайной ложкой подняли, такие, хоп она, животное. Вот, то есть на самом деле огромное количество всего еще просто скрыто от ваших глаз. И если вы потом это животное достанете и сфотографируете в лаборатории, вы удивитесь. Вот, потому что это вот такого размера, сифонофора, это такое колониальное животное, у которого много камер, непонятное строение. И вот такого вот странного, желетелого, прозрачного в Средиземном море настолько много, что они сами до сих пор не могут нам сказать, сколько у них там вообще животных живет. То есть мы что-то ловим, такие, вы это видели? Они такие, не, не, никогда. Хорошо, ладно, классно. Помимо этого мы ломаем попами лед в Белом море на биостанции, где у нас работает часть нашей команды, у нас там есть уже снаряженная такая большая водолазка, у нас там есть свои лодки, у нас там есть куча оборудования, баллоны, зарядники и все на свете. Человек сейчас сидит сзади вас, узнаете, не узнаете? Не узнаете. Вот. В общем, там мы тусуемся под льдинами, иногда залезаем под какие-то льдины, где вообще очень тесно и не здорово для красивого кадра. На самом деле делать там нечего, никогда так не делайте. Вот. Плаваем, снимаем всяких удивительных существ, которые тусуются подо льдом, обжигаем себе лица и, в общем, развлекаемся по-всякому. Это точка под названием Курильские острова и Охотское море, где просто концентрат Исландии только в России. Вот. Туда очень сложно добраться. И это место, в котором ныряло всего несколько человек вообще за всю историю, наверное, путешествия на Курилы. То есть до этого, может быть, там ныряли японцы, но немного. Вот. Места там совершенно потрясающие. И при том, что ныряло там действительно меньше десяти человек, с камерами ни одного вообще. То есть, когда я первый раз туда погрузился, у меня был такой шок, и как у фотографа, и как у биолога, и я не знал вообще, что сказать, и вынурал такой. О, нифига себе. Ну, то есть, это прям очень-очень круто. То есть Курилы — это место, куда нужно ехать обязательно, его прям нужно исследовать со всех сторон. Но помимо этого, помимо того, что у нас есть уже какие-то точки, в которых мы работаем последний год, то есть у нас сейчас уже пошел второй год всего вот этого проекта, мы снимаем фильмы совместно с каналом «Моя планета», мы сотрудничаем с National Geographic, мы пишем книгу, и книга будет летом уже первая. Осенью будет фильм, мы потом начинаем следующий фильм уже на весь мир. То есть мы уже производим какие-то продукты, которые, я очень надеюсь, будут как раз теми самыми штуками, которые можно будет взять в руки, такие, о, хочу стать морским биологом. Класс. Вот, и это было бы очень, конечно, круто. То есть мы все это делаем, работаем, и, в общем, уже очень много всего сделали, но впереди еще гораздо-гораздо больше. Еще лекции читаем по всему миру, это тоже здорово. Пока только я, но остальные скоро тоже будут из нашей команды. Вообще, очень классно, что в жизни все происходит не очень легко. То есть если бы все было прям так, как вы запланировали, было бы совершенно неинтересно. То есть мы такие запланировали, кругосветные экспедиции на яхте, мы бы вышли, прошли на ней, ну, классно, конечно, но как-то даже нечем заняться, в общем-то, неинтересно. Тут какие-то проблемы, значит, у вас пропадают яхты, вы такие, наверное, это хорошо. Оказалось, что действительно очень здорово, когда вы планируете не какой-то огромный проект, а, допустим, он у вас не получился, и вы такие, так, а какие здесь плюсы там? А плюсы такие, что вы теперь можете делать много маленьких экспедиций, каждый подготовится, каждый найти финансирование спонсоров, не уезжать из дома на 2-3-5 лет, чтобы про вас все вообще забыли, и потом вы где-нибудь пропали, и вы такие, кто это был там, кто там потерпел крушение? А вы как-то гораздо более разумно и реально подходите к любому вопросу. И сейчас мы заняты ровно этим. То есть количество плюсов, которые у нас получились в итоге провала как бы основного проекта, они просто колоссальны. И сейчас мы прямо вперед с теми скоростями, с которыми, в общем, даже не рассчитывали. То есть мы за всеми возможностями не успеваем. Вот. И на самом деле основная идея этой лекции, она в том, что если вы хотите что-то делать, такое не очень обычное, то есть не работать на работе, которой не очень интересно, заниматься какими-то крутыми вещами, и менять мир чуть-чуть вокруг себя или там как-нибудь глобально, так, чтобы все порадовались, что о, мир изменился, к лучшему, здорово. Вот. Надо встать как бы и заниматься этим. То есть ничего не делается просто так, в легкую, но любая мечта, она в общем-то осуществима. То есть вы можете там заниматься исследованием морей, вы можете строить коллайдеры, вы можете раздвигать горизонты там отдельно взятых людей или там целого большого лектория, а можете этого не делать. Вот. Но те люди, которые этим занимаются и которые не опускают руки через всю рутину в течение там одного года, трех лет, там, двадцати лет прут к своей мечте, они в общем-то туда приходят. И там есть люди, которые мечтают отправиться в космос, улететь, а есть Джеймс Кэмерон, который мечтал погрузиться на дно Марианской впадины и погрузился туда совсем недавно. Ему всего-то понадобилось 30-40 лет на то, чтобы осуществить как бы свою основную мечту, но теперь этот дяденька показал, что нет вообще ничего невозможного. То есть Марианскую впадину нырнуть сложнее, чем слетать на Марс. Вот. И это его аппарат, который он построил на свои собственные деньги и в котором он дошел до самого дна, самой глубокой точки нашей планеты. И я надеюсь, что у нас, в общем, получится что-нибудь такое же, только мы там еще и животных снимем. Вот. Это первая часть нашей лекции. Она о проекте. Вот. У нас, на самом деле, есть там несколько минут на вопросы, потом коротенький перерыв и потом много-много зверя инопланетного, подводного. Есть ли у нас вопросы? У вас, на самом деле, что-то сеть много фотографий или нет? Видео требует немножечко большей работы. То есть для того, чтобы сделать конечное видео про фотографии, она сама по себе конечное. Ты сделал фотку и такой, класс. Вот. А видео ты снимаешь, и тебе нужно сделать историю. То есть поскольку там все двигается, тебе нужен смысл. для того, чтобы сделать осмысленную картинку, нужно снять много всего, сделать историю, все это привязать. Ну, в общем, это просто время затратно сильно. А будет ли ничего на локе? Да, конечно, он уже есть, но там ничего нет. Там есть три кадра из-под воды с движущимися штуками. Это не так просто кажется. Сейчас у нас шесть человек, но вообще команда такая штука динамическая, потому что изначально у нас было порядка шестнадцати, а потом оказалось, что там столько не надо. Там у кого-то работа, у кого-то еще что-то. Ну, то есть поскольку проект очень долгий, но он реально получается такой, что у тебя там в этом году запланирована одна экспедиция, через год следующая, там тут у тебя вдруг образовалась возможность поехать на Японское море в заповедник, тут у тебя, значит, нужно два месяца отработать где-нибудь подо льдом, и ты просто собираешь разных людей, ну, которые как бы в команде, на то, чтобы поехать сюда, сюда или туда. И я думаю, что еще в течение длительного времени это будет немножко меняться. Но костяк состоит из шести-семи человек. Процесс обзывания существ происходит довольно мучительно. Он происходит, на самом деле, в задворках лабораторий, и для того, чтобы как-то обозвать новое совершенно существо, которое никто не видел, нужно потратить приличное количество времени. То есть нужно это существо найти, потом его нужно собрать, причем лучше не в одном экземпляре. Один экземпляр отправить в музей, другой перетереть в кашку на ДНК. После этого нужно сравнить это животное со всеми, кто относится к этой же группе, виду, семейству, роду, кому-нибудь. Потом опубликовать статью в журнале о том, что да, новый вид есть, и я называю его так. И когда уже его опубликуют, и ученые другие на него посмотрят, скажут, да, добро, то как бы все, название есть. А вы сказали, что животные нападают. На вас когда-то нападали животные морские? Да, расскажите. На меня нападал осьминог большой, 3,5 метра. Очень мерзкое, большое существо. Я всю жизнь мечтал заниматься поведением осьминогов, я поэтому пошел на биофак вообще МГУ. Но оказалось, что в Москве нет моря и осьминогов. Поэтому, на самом деле, меня отправили туда, где они есть, но почему-то занимался вестибулярным аппаратом кальмаров. Не спрашивайте даже. Это очень странная тема. И зачем, тоже не знаю. При этом потом, когда я... Кальмаров я очень разлюбил, потому что их слишком много и дипломы, и вот это все. С осьминогами я встретился уже после университета, когда поехал на Японское море. И там, значит, есть такая огромная скала, она уходит под воду на 35-36 метров. И мы вокруг этой скалы планили, сказали, что здесь живут большие осьминоги, но ты их не увидишь, потому что они все сидят в норах. И для того, чтобы вымыть большого осьминога, нужна там большая удача, они сейчас сидят не в настроении, и вообще у тебя с собой нет гребешка вскрытого, поэтому к тебе никто не выползет. Я говорю, окей, ладно, буду снимать морских звездочек какого-нибудь. И плавал я там, снимал морскую звездочку. И тут у меня одна из ног перестает двигаться. Я смотрю, а у меня внизу по ноге лезет осьминог гигантский здоровый, реально большой. То есть я как бы ожидал, что осьминоги большие, а они очень большие. Вот. И он раздувается, краснеет, меняет. У него там из кожи вылезают всякие шипы, он же там фактуру кожи меняет. А как красный осьминог, это я из книжек знаю, что не очень хорошо. То есть это значит, что у него недоброе намерение, и он, скорее всего, лезет меня либо убивать, либо повредить, либо что-то. Ну, в общем, он был зол, и у него был план. Вот. Я, мне единственное, что пришло в голову, это бить его второй ногой просто по этой ползущей по мне голове. Вот. И помогло. То есть осьминог отвалился, я думаю, о, классно, у меня как раз широкугольный объектив, сейчас я его сниму. Вот. Начал заходить, я, значит, от него отплыл, начал заходить на большой круг, как акула на жертву, меняя по ходу настройки, потому что я снимал маленькую звездочку, а тут такая туша, классно. Вот. И мне навстречу плывет напарник, который говорит, там сзади тебя осьминог огромный, ну, как говорит, он под водой. Вот. Я говорю, спокойно, я с ним уже познакомился, сейчас мы его сфотографируем. Вот. Он не понял меня, пошел этого осьминога брать, чтобы он тут не сбежал, и, как бы, когда я повернулся, картина была обалденной, потому что напарник, он там сам в Дальневосточном, он с осьминогами общался много, но он не ожидал, что осьминог расстроен. В общем, осьминог на него, как личинка чужого, бросился, и когда я повернулся, открывается только часть, где он его уже оторвал и держал. Вот. Если вы заметили, там была одна из картинок с осьминогом как раз здоровенным. Сейчас, секундочку. Вот. Вот этот осьминог. Вот. Вот человек власти. У него власти, наверное, рост где-нибудь 220-2,40. Вот. Осьминог, который он оторвал, это не потому, что он на переднем плане, он реально огромный. Я там сильно далеко, потому что картинка большая. Вот. И вот он держит осьминога на вытянутой руке, щупальца еще свисает из него, а второе щупальце, вот дальнее, кончается там. Вот. Это далеко не самый здоровый осьминог, который бывает и которого я видел. Там один мне тоже показал щупальцем жест, когда я висел от него метрах в пяти. Вот так вот, как вот отсюда до угла. И вот вылезает осьминог из нары, раскатывает одно щупальце, а оно у меня перед носом так болтается. Вот. Но вообще, нас еще постоянно обжигают медузы, например. То есть, когда вы плаваете с медузами, у которых длинные невидимые щупальца, они постоянно у вас тянутся там по губам, по носу. Все, что не закрыто, оказывается в медузах. Вот. Один раз там в пяти сантиметрах от лица была медуза, которую можно трогать два раза в жизни. Я научился грести назад сразу же. Вот. Ну, то есть, под водой много чего интересного происходит и много на что можно нарваться. Вообще, если вы вдруг под водой увидите что-то классное, не трогайте это. Вот. Потому что не надо. На всякий случай. У нас еще вопрос. Да. А какое ощущение, когда плаваешь с осьминогом? Просто осьминог это мое любимое животное. Страшно. Очень страшно. На самом деле, с осьминогами бывает здорово. То есть, с большим осьминогом, который хочет тебя убить, не очень клево. Когда особенно на твоей ноге, мне потом сказали, что ты знаешь, это как бы нормально бывает, но просто к лицу его не подпускаю. А что может быть? Ну, он просто вынимает у тебя там, снимает с тебя маску, вынимает у тебя легочник изо рта. Вот. Там один осьминог умудрился у дяденьки тоже потрогать легочник и разобрать его. То есть, он смотрит, у него там колечки поплыли, резинки, он такой. Интересно. Там у другого осьминог спер камеру, сделал несколько фотографий. Вот. У меня как бы самое позитивное общение с осьминогом было, когда я ночью вытащил из норки там с осьминогами. Если ты хочешь, очень хочешь поплавать с осьминогом и сделать его своим любимым животным, его надо сначала накормить гребешком, то есть найти гребешка, вскрыть его под водой, сунуть ему в лицо, в нору. Он потом, ты его съест, а потом вытащит щупальца такой. Аккуратненько. Вот. Ты должен за это щупальца взять пальцем и поиграть с ним немножко в перетягивание. Вот. Потому что осьминог проверяет, опасно там или нет. Вот. И он на тебя тянет, ты вот тянешь немножко сильно, он такой, о, классно, там начинает с тобой мериться силами. И потом ему нужно поддаться, и он поймет, что ты слабак, и тебя можно победить. И он такой, знаешь, ты большой дайвер, там поигрался с ним, и тут вылезает из норы вот такого размера осьминог, такой гордый. Вот. Как бы. Победа. И начинает по мне лазить. То есть там по плечу, по рукам, везде там садится мне на плечо. Вот. Здорово, классно. То есть ощущение потрясающее. Ты такой сидишь, осьминожек. А у них в Японском море есть враги. Такая рыбка называется японская махоголовая собачка. Ужасно мерзкая тварь с очень острыми зубами. Они занимаются тем, что осьминогом срезают на лету щупальца. И вот у меня сидит этот осьминог. Вот. И тут такая серая молния. Раз. И осьминог сидит без одного щупальца. Я такой, извини, парень. Вот. И он на меня смотрит, думает, что это я. Вот. Я перед ним как бы извиняюсь. И все. У меня струя чернил в лицо, и осьминог растворяется в темноте. Вот. И я как бы смотрю такой, я с фонарем, ночь. Вот. Вот один я там ныряю, такой смотрю, фуда он упал, думаю, блин, грустно как. Нехорошо получилось. Вот. Он чувствует, что у меня сбоку кто-то есть. Я такой фонарь перевожу, а там вот эта рыба, которая у нее отрезала щупальца, еще с шевелящимся щупальцем во рту, тоже смотрит в ту сторону и такая. Раз в сторонку. Вообще не клевая. У нас еще. Еще вопросы? А вы туристов берете? Нет. На экскурсии. Наживкой. Наживкой? То есть один раз? Ну, у нас на самом деле как? Да. У нас нету какого-то маршрута, по которому мы катаемся и что-то там собираем. То есть есть поездки с четко определенными целями и с разной степенью сложности. То есть если мы там едем нырять под лед, у нас есть конкретные люди, которые будут сбрасывать лодку, нырять под лед снимать, и кто-то еще там вообще непонятно, что будет делать. То есть... Ну, а если, например, есть пади и есть сухой костюм? Поздравляю. Надо сделать как бы маншрут туристический. Ну, только если в качестве, я не знаю, там, какого-нибудь спонсорства. Потому что... Конечно. Ну, то есть реально любые люди, которые сверху, они же являются, там, какой-нибудь точкой отказа оборудования. Вот. Вот у вас в экспедиции все здорово налажено, и тут у кого-нибудь случается, я не знаю, там, паника под водой, вы такие, вместо того, чтобы снимать осьминогов и дружить с ними, там, вытаскиваете трупешник из-под лодки. Ну, или что-нибудь еще. Ну, то есть нет большого смысла заморачиваться. Для этого есть дайв-центры, дайв-гиды, куча поездок, и, в общем, за деньги можно съездить в безумно интересные места, там, на те же Курилы. Да, можно вопрос? У меня микрофон. Как собрать медузу, которая щупальца 5 метров, в пробирочку и в лабораторию? Выкусить из нее кусочек. Никак больше. То есть из того, что... Целиком она не собирается? Нет, у меня вот следующая лекция, я покажу медуз, которые целиком не собираются вообще ни во что. Для того, чтобы в пробирочку засунуть медузу в лабораторию, есть как бы, это единственная задача, это ее потереть на ДНК, этот кусочек. Тогда ловится медуза, из нее вырезается кусок размера в пробирку. Можно, например, пробиркой вырезать из медузы легко. И как бы его уже с ним заниматься всеми вот этими вредительскими штуками, которые любят делать молекулярные биологи. У кого тут вопрос был? Там надо подкинуть микрофон. У кого? У кого? У кого? Скажите, пожалуйста, а как ваше деятельность началась, как на москопе? Вы, наверное, не сами, да, не только в сутки, не только в сутки, не сразу. Я сначала пошел работать на биостанцию, там стал начальником водолазной службы, начал снимать зверей, потом понял, что я снимаю что-то интересное. Ну, чтобы туда попасть работать, желательно закончить биофак МГУ, потому что это станция МГУ, и работать там каким-нибудь сотрудником. А можно там работать матросом, там есть флот, можно работать, я не знаю, банщиком, буранщиком, плотником, кем угодно. Но это придется сидеть за полярным кругом в течение года. Двух, трех, пяти, восьми. Все разузнать и начать. Я здесь, я все расскажу. На самом деле, можно залезть на сайт Беломорской биологической станции МГУ и прочитать информацию. Ну, то есть, узнавать надо начинать с источников общедоступных, а потом там есть e-mail, на e-mail можно написать и спросить. Ну, например, и так можно попасть, кстати, на огромное количество биостанций по всему миру. Есть и волонтерские программы, есть и вакансии, есть, там можно отправиться на два года в Антарктиду, сейчас есть вакансия охранника на кордоне на Командорских островах. Там очень круто. Вот. Ну, то есть, масса мест, где можно свою жизнь вообще кардинально по-другому вести. Еще вопрос. Подожди, пожалуйста. Два вопроса. Первый. Вот вы говорили про 8-10% описанных видов. Откуда вот эта цифра взята? То есть, она, понятно, что теоретическая какая-то, как вот она обоснована? И второй вопрос. Вот ваши фотографии, насколько они подвергаются какой-то постобработке? Или же это, ну, вернее, как? Ну, начнем с конца. Подвергаются, конечно же, во-первых, чистки в обязательном порядке, потому что в воде взвешена куча всякого хлама, и у тебя любая фотография подводная, она в точечку. Вот. Все их сначала надо почистить. Потом вода съедает куски спектра какие-то. То есть, контраст с цветами немножко падает тоже, его нужно поднимать. То есть, делается так. Любая фотография, которая сделана под водой, если это не кристально чистая вода каких-нибудь Каймановых островов, а наша зеленая, беломорская, не пойми что, приходится очень много потом возиться с цветами, контрастом и всем на свете, просто для того, чтобы вернуть это хотя бы к тому уровню, на котором ты это сам видел, потому что глаза воспринимают гораздо лучше камеры. И иногда приходится возиться довольно много. Это сойдет за ответ. Вот. Ну, то есть, обработка, конечно же, присутствует, а цвета такие и есть. Вот так вот. Дальше по описанным видам. Тут все и просто, и сложно. Есть такая штука, как кривая насыщения по нахождению каких-то вещей. То есть, если у тебя в океане разбросано много-много-много видов, есть статистические данные, сколько каждый год видов собирается. Вот. И по этой кривой она выглядит как бы как резкая кривая, которая наверху выходит на плату. То есть, вот здесь вот максимум видов и больше уже не находится. И вот пока мы идем по кривой, которая резко-резко начинается, то есть, мы сходили в одну экспедицию, собрали, допустим, там 2000 видов, сходили в другую, собрали еще 2000, там за год у тебя получилось собрано 22 тысячи. Ты такой, 22 тысячи видов. Раз. Вот. Поставил в следующем году точку, в следующем году точечку. И так за последние там 50-70 лет анализируют и понимают, что эта кривая еще даже не собирается загибаться вот так. И по этой штуке как раз оценивают, что мы где-то еще вообще в начале пути. То есть, это такой estimate. При этом берут еще, естественно, географию исследований. То есть, что у нас вот здесь вот у нас исследовано, а вот здесь вообще еще ничего. То есть, просто никто там не был. И, собственно, карты на Мирового океана в большом разрешении нет просто потому, что по этим кускам Мирового океана еще корабль не прополз с оборудованием специальным. То же самое с животными. Последний вопрос. Есть? Не будет. Есть. Есть. А с акулами встречался? С акулами? Встречался. Много. Ну... А белыми? А с белыми акулами? Да нет. Нет, с белыми еще нет. Но акулы что? Акулы клевые. Ну, то есть, медуза гораздо опасней. Акулы не перечислили? Зачем? Ну, не знаю. Нет, ну акула вообще она же тупой динозавр. Что ей там нравится? Ей нравится есть пищу. Акулы общаются с дайверами? Ой. Ну, общаются, конечно. Особенно, если им голову тунца дать. Они общаются. Но это не совсем то. У акулы мозг вот такого размера. Дельфины общаются, косатки тоже иногда общаются. Там морские леопарды иногда общаются и топят людей. А акулы... У них плохо с общением. Если бы они общались, их, может, держали в дельфинариях. Там детей бы им давали каких-нибудь... Ну, как с дельфинами. Но пока что самые крутые места это, наверное, Большой Борис... И не Камчатка. Рядом с Камчаткой довольно тоскливо. Именно Курильские острова. Потому что с Камчатки стекает куча рек, и вода там страшно мутная. А вокруг Курил, там океан, вулканические вот эти образования. И там, конечно, что-то вообще фантастическое. То есть там прозрачная вода в августе. Правда, температура воды там плюс один сверху и минус полтора внизу. Что не очень как бы... Я там еще не был. То есть есть куча точек совершенно потрясающих, где... Ну, туда еще просто не добираемся. То есть есть такие мекки дайвинга, известные, собственно, Галпогосы, Мальдивы меньше, вся Индонезия, Таиланд, где можно уныряться просто. Там тепло, рифы красивые. Но там все как на открытках. Там не то, чтобы сильно интересно. Извините. Интересно, конечно, да. Можешь задать вопрос? Конечно. А вы используете подводных роботов? Мы не используем подводных роботов, потому что нам их не дают. Вот. На самом деле подводные роботы это штука осмысленная при определенных размерах, когда вам надо куда-то нырнуть и, допустим, посмотреть на место, что здесь есть такого интересного. Спускаете сюда робота, который ныряет, маленького, который управляется джойстиком от Sony PlayStation, и вы плаваете такие. О, классно, тут можно понырять, здесь интересно. Вот. И глубина доступная. С роботами чуть большего размера, с ними гораздо больше возни. Вам нужен корабль, вам нужен кран, который сгружает этого робота, который может нырять глубже, который может собирать какие-то виды и снимать что-то на большие камеры. Это уже глубины, недоступные водолазам, и для этого нужен корабль, который этого робота снабжает. То есть есть роботы, которые там вообще делают все на свете. У них там здоровенные банки для сбора материала, пылесосы, камеры, лазерные прицелы для этих камер. Там все красиво. Робот размером там в несколько человек туда могут поместиться. Он там управляется круче, чем космический корабль. Там куча народа с джойстиками сидит. Но для того, чтобы такая штука нырнул, нужно потратить много сотен тысяч долларов, отогнать корабль туда, где ему нужно нырять, спустить его там только в нештормовую погоду на большом проводе, и дальше там команда операторов возится. Вот такие роботы ныряют очень-очень редко и как бы не всегда даже с толком. Можно пока еще вопросы задавать? Вообще здесь не только Саша из Акватились, еще тут почти вся команда, насколько я понял, так что ты можешь представить членов своей команды. Было бы очень неплохо. Они среди вас. На самом деле команда у нас классная. Вот. Тут одна часть, там еще одна часть подлиннее. Вот. Ну, я не знаю, как. По именам лучше. Вот Дмитрий Озеров, великолепный починщик оборудования, оператор, моторист. И, в общем-то, человек, который с камерой нанырял пока что больше, по-моему, чем мы все вместе взяты с видео, не с фото. Вот. И все, что вы увидите в кино, возможно, будет его. Вот. Ну, мы туда что-нибудь своего плохого всунем тоже, но Дима снимает много и хорошо. Есть Паша. Паша. Вот. Павел Кременец. Он единственный небиолог в нашей команде. Нет, не единственный. Ну, в общем, да. Который у нас крутой оператор, монтажник, звуковик и так далее. Есть Антон Макаров. Антон Макаров умеет рубиться с картами со спутников, умеет находить всякие разные места, строить 3D-реконструкцию дна, мониторивая с эхолотом, тоже ныряет, снимает видео. И, в общем, тоже очень крутой чел. Остальные стесняются. Вот. На самом деле, это, конечно, далеко не все. У нас больше людей. Я всех назвал? Кто у нас тут еще? По-моему, никого больше не пришло, да? А то сейчас забуду, кого-то меня бить потом будут. Ты мне говорил гораздо больше людей. Там еще на подхвате. Вот. На самом деле, но это люди, с которыми мы сейчас поедем в экспедицию. На ледоколе? Нет, не плавал. Но меня пытались туда отправить. На ледоколе водолазам не очень интересно. Ну, то есть, как ты плаваешь, колешь льды. В общем, если бы я занимался льдами, это было бы очень круто. Вот. Но поскольку ты пытаешься снимать маленьких зверюшек, то с ледокола надо куда-то спрыгнуть. Вот. А ледокол идет, и колет льды. В общем, то есть, он там занят своими делами. Рейсы на больших судах, они далеко не всегда продуктивны. То есть, у нас получилось так, когда мы начали работать, что самый классный метод работы, это приехать в какое-нибудь место, где можно там более-менее постоять на суше с комфортом, утром собрать все оборудование, сесть в лодку, отправиться в какие-нибудь точки вокруг этого места, там, под какую-нибудь подводную скалу или там куда-нибудь еще, там отнырять, там один, два, три, четыре раза, сколько получится за день, потом приехать домой, слить с карточек все это на компьютере, зарядить все оборудование, для этого нужна тонна розеток, высушить всю технику, и после этого, значит, там, когда у тебя ночь все это отзаряжалось, с утра снова в бой. И так 2-3-4 недели, в зависимости от того, куда ты приехал. То есть, довольно такая тяжелая работа без корабля. При этом у тебя времени в море получается там не меньше. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры сделал DimaTorzok